Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Благоприятные дни для посева томатов смотрим по лунному календарю. Рано высаживать не торопитесь, так как томаты будут вытягиваться и плохо плодоносить. Предпосевная подготовка томатов. Сначала мы их обеззараживаем в растворе марганцовки в течение 20-30 минут. А можно не в растворе марганцовки, а в перекиси водорода. 3 мл взять перекиси водорода и 100 мл кипяченой воды. Размешать это все и также подержать семена где-то минут 10-20. После обработки в марганцовке мы наши семена промываем под проточной водой. В этом году я обрабатывала перекисью водорода. То есть это 3 мл, это где-то чуть-чуть побольше половины чайной ложки. И не промывала водой. Вот после марганцовки все пишут, что нужно будет промыть под струей воды. Затем мы будем их обрабатывать стимулятором роста циркон. 1 мл на 1 стакан воды. Замачиваем где-то от 2 до 4 часов. Можно обработать в натуральных стимуляторах роста, в алое или в меде. Эффект точно такой же. У меня есть видео на канале об этом. После обрабатывания стимулятором роста также промываем под проточной водой. Почву я взяла из магазина. Называется «Томаты». Производитель город Миас. Очень хорошая почва с навозом, торфом. И мелкая, очень такая качественная. Бывает же, берем такая крупная, с какими-то палочками, с прямо торф вот этот, кусками. А здесь очень хорошая. Значит, наполняем наши контейнеры, почву уплотняем. Делаем рядочки. Укладываем наши семена с расстоянием 2-3 см. Опрыскиваем из пульверизатора кипяченой водой. Затем снова присыпаем почвой. Затем слегка уплотняем и снова опрыскиваем. Накрываем сверху стеклом либо пленкой и ставим в темное, теплое место. Сейчас я ставлю это на балкон. И сходы появляются на третий, на четвертый день. Раньше я ставила рядом с батареей. И тоже семена проклевывались где-то на протяжении 3-7 дней. Но вот на теплом полу, как-то я посмотрела, все это намного быстрее происходит. Переносим, после того, как появляются сходы, переносим нашу рассаду в освещенное место. Ну, я ставлю на подоконник. И пленку, естественно, снимаем. К пикировке томатов мы будем приступать при наличии у наших сеянцев два настоящих листочка. Я приступила через 25 дней после посева. Почву взяла специальную, тоже для томатов. Добавила туда вермикулит и 2 столовые ложки древесной золы. Горшочки я взяла литровые. Но если у вас нет места, то можно взять и 0,5 литра. В этом году я сеяла томаты сразу в баклажки из-под торта. Либо я взяла из-под воды. И 3-литровые, 5-литровые вот эти вот баклажки из-под воды обрезала. И посеяла прямо сразу туда. По 10, по 15, где-то по 20 томатов. Потому что посмотрела за прошедшие года. То есть либо рассады у меня не хватило, либо она у меня замерзала. У нас были заморозки. Я высадила в начале июня. У нас на почве было до минус 2 ночью. У меня вся рассада померзла. И я затем рассаду покупала у бабушек. А у бабушек я их брала. Вот так вот баклажечка небольшая. И в ней прямо по 20 сеянцев. Прекрасно все приживалось. И вот в этом году я попробовала посеять их без пикировки. Так, а пикировка, значит, горшочки взяли. Смешали землю, как я уже сказала. Наполнили контейнеры. Почву уплотнили. Затем в центре горшочка мы делаем ямку. И переносим сеянец из контейнера вместе с земляным комом. Землю вокруг уплотняем. И поливаем теплой водой. Ставим мы сеянцы наши. Если пасмурно, можем на подоконник поставить. Если солнечная погода, то есть бережем где-то дня 2-3 от прямых солнечных лучей. Либо притеняем. Если ставите на подоконник, притеняйте искусственно. Дальше уход у нас. Это регулярные поливы 1-2 раза в неделю. И подкормки 1 раз в 10-14 дней. Я люблю подкармливать агриколой. Сейчас я покажу свои посевы в этом году. Видите, стоят они у меня в баклажках. Вот прям сколько сеянцев зашло. Сажала где-то по 15-20. И вот так они у меня будут стоять до посадки. Видите, да? Немножечко вытянулись. Но я специально в контейнерах оставила место, чтобы можно было подсыпать почву до семидольных листочков. Как правило, время посадки зависит от региона. В среднем в теплицу мы это делаем с 1 по 15 мая. В открытый грунт в пленочные укрытия с 20 по 31 мая. А в открытый грунт уже после 10 июня. Посадку проводим ранним утром, либо вечером в отсутствии солнца. Лучше в пасмурный день. Если делаете это в солнечный день, то необходимо будет на 2-3 дня притянить растения лутросилом. Ну, видите, я так сделала тканью. За месяц до посадки перекапываете грядки, добавляете песок, вермикулит, перегной. То есть удобрения необходимые для томатов универсальные. То есть я беру универсальные. Вот, смотрите, рассаду я заказывала в прошлом году. Это видео у меня снято в прошлом году. Вот, не успела я его, значит, озвучить и смонтировать. Поэтому делаю в этом году. Освобождаю, значит, от горшочков растения. Укладываю в ямки. Ямки выкопала я где-то 10-15 сантиметров. Если у вас вытянулись томаты, то можно ямку сделать чуть поглубже. Для того, чтобы под наклоном посадить растения. Вот, и уже стебель даст дополнительные корни. Значит, укладываем растения под наклоном. И поливаем прямо на земляной ком где-то литра 2-3 воды. Для того, чтобы вот вода будет уходить и корни томатов утягивать за собой. Так лучше оно приживется и даст хорошую корневую систему. Значит, пролили мы томаты. Оставляем, ждем, когда уйдет вода. Вот, видите, вода ушла. И сейчас будем присыпать эти лунки почвой. Растения можно так и оставить на боку. А на 2-3 дня, да, вот я так и оставляю. То есть они сами поднимаются. И потом я только вставляю колышек и уже подвязываю их. Значит, и стараюсь я так делать. То есть по краям теплицы я делаю низкорослые, сажаю томаты. Вот. И в центр уже, значит, теплицы сажаю высокорослые томаты. Вот. Но, судя по своему опыту уже, вот это уже много лет длится, да, берешь томаты, написано, значит, низкорослые, значит, 60-90 сантиметров. Ничего подобного вырастают до полутора метров у меня всегда. Те, которые полутора метровые, они прямо в потолок у меня упираются. Не знаю, с чем это связано, но всегда вырастают намного выше, чем указано это у производителя. Еще очень хорошо, то есть после того, как мы засыпаем почвой, мы уже дополнительно томаты не поливаем. Все. То есть они у нас, мы их пролили. Вот. Так вот их оставляем. Я оставляю на боку. Кто-то сразу вставляет колышек и подвязывает. Нет, они у меня вот так вот 2-3 дня. Закрываю я их тканью, если это солнечный день, как я уже говорила. И лучше замульчировать почву. Значит, торфом можно это сделать, соломой, перегноем. Ну и все как бы, да, здесь дальше. А, кстати, если у вас, значит, вот так вот листочки низко, да, у томатов растут к почве, их лучше удалить. Я вот потом буду это показывать. Я вообще вот в прошлом году мульчировала все соломой. То есть я и в проходы положила солому, очень чистенько было, хорошо так аккуратно. И всю почву, где посажены томаты, тоже замульчировала соломой. Получается, у меня теплица длиной 4 метра. Вот я убираю эти листочки, которые около почвы, около самой. Вот, получается, теплица у меня 4 метра. В ней, значит, 3 грядки. В каждую грядку я сажаю. Вот видите, лутросилом закрыт у меня средний ряд. То есть я его сажала не сегодня, а где-то день или два назад. Поэтому вот он у меня притянен. Видите, та теплица вторая, видно. То есть там тоже они притянены лутросилом. Вот. Это вот так вот. Я сначала замульчировала проходы. Соломы было мало. Потом я купила еще солому и замульчировала полностью. Значит, уже даже под томатами. Ну и хорошая рассада считается, это та рассада, которая высотой 25-35 сантиметров и имеет 8-10 настоящих листочков. В каждый рядок я сажаю где-то по 15 кустов. То есть расстояние между томатами должно быть где-то 35-40 сантиметров. Ну и все остается только, если, которые с пасынкованием, убирать пасынки, вести их в один-две плети. Вот. Которые без пасынкования вообще ничего, кроме редких поливов, больше ничего томатам и не требуется. Вот это вот они у меня уже в августе, томаты. Томаты бывают двух видов. Томаты, которые не нужно пасынковать, и томаты, которые нужно пасынковать. В основном на пакетиках с семенами производители указывают, требуется пасынкование или нет. Если вы покупаете готовую рассаду, то обязательно нужно у продавца спросить об этом. Как правило, низкорослые сорта томатов не требуют пасынкования. Удаляем мы лишние листья, побеги и плоды для того, чтобы обеспечить развитие и быстрый рост молодых растений. Пасынкование проводим, когда на растении уже 7-8 настоящих листочков. Пасынок – это такой отросток, вырастающий из пазух между стволом и листом. Сейчас я вам это все покажу. Два растения. Я вместе с вами сейчас буду пасынковать. Нижние листья, которые лежат на земле, мы их обрезаем обязательно и удаляем пасынки все. Вот смотрите, касается земли листочек, значит мы его удаляем. Это вот пасынок у нас остался, мы его тоже удаляем. Дальше смотрим. У самой земли вырос пасынок, точная копия растения, его тоже обрезаем. Если вам требуется дополнительная рассада, вот эти пасынки не выбрасывайте. Их можно поставить в воду, в стакан с водой. И через неделю-две будут корни, вы сможете посадить эти пасынки. Так вот, листочек удаляем. Пасынок, смотрите, какой вырос, наверное, сантиметров 10-15, мы его тоже удаляем. Дальше смотрим. Лист, видите, и в пазухе между стволом и листом пасынок, его тоже обрезаем. Дальше смотрим. Вот он, опять пасынок. Видите, над листом удаляем. Дальше смотрим. Видите, с другой стороны тоже пасынок. Удаляем. Видите, маленький пасынок, его можно прямо рукой, даже не ножницами, он такой еще тоненький, маленький. Удаляем. Еще два пасынка. А теперь, смотрите, расходится растение, один пасынок остается наверху, и сама верхушка растения. Все, в два стебля я буду их вести. Весь ствол, смотрите, все без пасынков. Внизу листьев нет, обрезали мы нижние листья, остальные мы пока оставляем. Следующее растение. Это, кстати, опушенные бархатные листочки у томатов и сами плоды, персиковые, по-моему, томаты назывались. Видите, на земле лежат листья, обрезаем. Пасынки, которые вышли из пазух этих листьев, тоже обрезаем. Хорошие пасынки можно использовать как дополнительную рассаду. Видите, листочек, а из пазуха пасынок удаляем. Дальше смотрим. Здесь помедленнее развивался, видите, кусты, пасынки небольшие, я их рукой прямо удаляю. Вот они маленькие пасынки. Убираем. Следующий пасынок тоже убираем. С обратной стороны тоже пасынок удаляем. Если высокорослые томаты, то необходимо их подвязывать, ставить опоры. Ну вот, смотрите, все удаляем. Оставляем один пасынок, который уже такой высокий на самой верхушке, и сам верх растения. Вот в два стебля я и буду вести дальше. Сейчас мы посмотрим томаты низкорослые. На низкорослых томатах мы будем убирать только нижние листья, которые лежат на земле. Или находятся рядом с землей. Все остальное, вот даже пасынок мы не трогаем. Листья нижние сейчас тоже на втором кусте оборву и все. Так, еще я хотела рассказать о подкормке растений. Первая подкормка у нас после посадки в открытый грунт мы проводим ее в июне. На 10 литров воды мы берем пол-литра жидкого коровяка и одну столовую ложку нитрофоски. В начале июля мы делаем вторую подкормку и самую последнюю подкормку. Это на 10 литров воды мы добавляем одну столовую ложку сульфата калия, пол-литра коровяка, одну столовую ложку удобрения агрикола. И вот этим поливаем мы растения по одному литру воды под куст. То есть сначала мы делаем полив растений, томатов, а затем мы добавляем удобрения. То есть всегда удобрения добавляются в день полива, сразу же после полива. Коровяк мы готовим заранее. Берем одну часть навоза, добавляем 4 части воды, перемешиваем, настаиваем в теплом месте несколько дней. Он перебродит, из него выйдет мочевая кислота. К тому, что у нас получится, мы добавим 3-4 части воды и у нас будет коровяк готов. Со второй декады, в июле, мы прекращаем подкармливать и поливать растения. С подкормками и поливом растения наращивают зеленую массу, то есть листья. А вызревание плодов у них задерживается. Плоды вызревают, надо запомнить это лучше, на тощей, а не на жирной земле.